Еще больше вкусного и качественного творога. Предприятие Ив Молокопродукт запускает новую линию, которая позволит вырабатывать 6 тонн творога в сутки. Это полностью автоматизированный цех. Способ производства закрытый, а значит контакт с внешней средой минимальный. У нас предприятие, ну как бы уже очень старое, 90 лет нашему предприятию. И у нас раньше был классический способ производства. То есть, кто знает, это ванны открытого типа. И, соответственно, в них продукт получался строго определенной пластичной консистенции, которая на данный момент уже не устраивает потребителя такие свойства. И главная проблема была в том, что у него очень короткий срок был годности. Теперь срок хранения только за счет изменения технологии увеличится в два раза с 7 до 14 суток. Кроме того, новая линия позволяет создавать продукт в соответствии с предпочтениями потребителя от рассыпчатого до более пластичного. Идет сейчас трансформация рынка, очень серьезная, ассортиментная в том числе. И мы учитывали эту потребность, поэтому разрабатывали эту линейку продуктов. И плюс все цеха на заводе автоматизированы, модернизированы. Единственный цех, который у нас был не автоматизирован, это цех по производству творога. Это последний цех, который мы привели в современное состояние. Обновить оборудование удалось в рамках инвестиционного проекта стоимостью 147 миллионов рублей. Кредит в размере 105 миллионов рублей получен за счет льготного кредитования. Еще 42 миллиона – собственные средства. В планах предприятия расширить возможности творожной линии, а также запустить собственный цех по производству масла. Надеемся, что продукция, которая будет производиться, найдет отклик у наших потребителей, у нашей Ивановской области. Ну и, кстати, не только, потому что их молокопродукт не поставляют в несколько регионов, в Москву, в Санкт-Петербург, что-то в Нижний Новгород. Будем и дальше помогать предприятиям. Сотрудники предприятия не упустили возможность лично пообщаться с губернатором и озвучили ему свою просьбу. Добираться в утренней черной смене небезопасно. То есть рядом с нами также располагаются складские комплексы, в Москве и на детское питание, персонал которых также добирается по данной дороге. Имеется ли возможность ремонтировать данную дорогу? Знаете, имеется. На самом деле руководитель вашего предприятия, она поднимала этот вопрос уже. Мы эту дорогу включили в план, я уже главе города сказал. По словам главы региона, уже в следующем году сотрудникам их молокопродукта станет комфортнее и безопаснее ходить на работу. Дорогу ведущие на предприятие отремонтируют. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.